Кто как строит, зачем, почему Сейчас непростая ситуация на рынке А в графе застройщик числится какой-нибудь там ООО Пупков and Company Этот пункт не должен насторожить покупателя Все у застройщика очень плохо Что с ними происходит? У них грипп И люди там, в общем-то, многие остались ни с чем И после этого эти жилые комплексы даже сносили Банк, выиграв такое дело, он сделает застройщик автоматически банкротом Еще один пункт, это обременение по ипотеке Совсем треша, как кредитовать не будут Нужно приезжать ножками на объект и смотреть, что происходит Всем привет, я Олеся Грузинская Это портал о новостройках.ру Мы делаем авторские обзоры на жилые комплексы Москвы и Подмосковья Сегодня необычный, но очень-очень важный сюжет Поэтому можете приготовить уши, глаза, желательно ручку с тетрадкой под запись Потому что я сегодня расскажу, на что нужно обращать внимание при покупке квартиры И как правильно выбрать надежного застройщика Мне кажется, один из основных факторов выбора новостройки обычно – это локация То есть вы хотите в определенном районе, видите там несколько объектов Приезжаете и рассматриваете их Или просто где-то реклама вам в интернете попалась Вы приезжаете в офис продаж, смотрите буклеты рекламные, но при этом ничего не знаете о застройщике Кто, как, строит, зачем, почему, насколько вероятность велика, что вы получите те квартиры, за которые вы в итоге заплатите деньги И если бы все всегда было без проблем, то не было бы столько историй про долгострой Вот чтобы их было меньше, я сегодня хочу разобрать, на что нужно обращать внимание при покупке Ну вот я вспоминаю себя два года назад, когда я впервые увидела проектную декларацию Думала, божечки, что это вообще такое? Как это прямо изучать? Я открываю там изучать, ну грубо говоря, вектор стройфинанс, да, объект А в графе застройщик числится какой-нибудь там ООО Пупков энд кампань Почему так происходит, да, и на что это обращать внимание? Это нормально, потому что в рекламных целях застройщики себя позиционируют как некий бренд Это одно имя, а юридические лица, они могут отличаться по наименованиям, по названиям Это могут быть другие ООО и так далее И чтобы полностью обезопасить себя, нужно смотреть, значит, не только на это ООО, но и на учредителей, которые числятся в проектной декларации Нужно прежде всего разбить вообще в целом понятие застройщик как юридическое лицо и застройщик как холдинг В обиходе обычно мы говорим там ПИК, например, но это значит, что ПИК это формально десятки юридических лиц, которые объединены, соответственно, одним каким-то центром принятия решений А ПИК это бренд Самое главное, конечно, это юридическое лицо, с которым у вас договор, но тем не менее, если у холдинга все плохо с юридической точки зрения, то и у дощернего юридического лица может быть все плохо В первую очередь нужно ориентироваться на то, что застройщик работает по 214-му федеральному закону То есть в данной ситуации, которая сейчас происходит на рынке, я бы не советовала покупать квартиру по каким-то преддоговорам, по схемам ЖСК и так далее Я видел десятки этих договоров ЖСК, у застройщиков в том числе, которые сейчас банкроты и люди там, в общем-то, многие остались ни с чем Поэтому даже если застройщик у вас там на слуху и вы там уже пять раз покупали квартиру, это не значит, что завтра там все будет с ним по-прежнему хорошо Рекомендую от ЖСК отказываться Если говорить другие схемы, есть ПДКП, предварительный договор купли-продажи или по нему ведутся продажи, когда дом введен в эксплуатацию Но еще собственность не получена Это частая схема Тоже на самом деле такая мутная история, вроде проблемы бывают редко, но все-таки лучше либо ДДУ, либо уже собственность Ну и наверное про договор уступки следует отметить Договор уступки это когда инвестор передает дольщику право требования на квартиру к застройщику И конечно при заключении договора уступки, а договор уступки отдельно от договора участия он не существует То есть уступка по договору участия в долевом строительстве Всегда нужно требовать этот самый основной договор участия в долевом строительстве, на который есть ссылка Причем требовать его не просто посмотреть, его нужно получить в виде заверенной нотариусом копии и с отметкой о государственной регистрации. Договор уступки сам по себе это неплохо, но нужно понимать, какие риски он несет. В договоре уступки может быть написана сумма, например, 5 миллионов вы покупаете квартиру, но цена доли участия, то есть первоначальная цена, по которой тот, кто вам уступает, купил квартиру, будет 2,5. И вот обязательства застройщика перед вами ограничены вот этими 2,5 миллионами, то есть в случае чего застройщик обязан вам вернуть именно эти 2,5 миллиона. Прямо на первой странице отражена информация о земельном участке. Земельный участок должен принадлежать застройщику либо на правах аренды, либо быть у него в собственности. И помимо этого должно быть отражено назначение земельного участка. Поскольку сейчас многие жилые комплексы возводятся на территории промышленных зон бывших, очень важно убедиться, что на этой территории можно возводить именно объект жилого строительства, многоквартирный жилой дом. То есть важно убедиться, что жилые дома на этой территории строят разрешено? Да, да, потому что бывали случаи в истории рынка недвижимости, когда строили жилые комплексы на землях промышленного назначения, и после этого эти жилые комплексы даже сносили. Как проверить, есть ли процедура банкротства сейчас у застройщика или нет? У нас есть такой официальный сайт, называется он Федресурс, и, соответственно, там проискать, есть там поля для поиска, проискать по названию, по ИНН застройщика, и можно будет увидеть. Это общедоступная информация, вот так в интернете за минуту можно это узнать? Да. Само наличие иска о банкротстве ничего не значит, но наличие конкурсного производства или процедур наблюдения, конечно, говорит о многом, что у застройщика плохая финансовая ситуация. Ну и если иски подны, конечно, нужно разбираться, нужно смотреть картотеку арбитражных дел, это тоже один из официальных ресурсов, где публикуются все судебные акты арбитражных судов, которые в том числе рассматривают дела о банкротстве, ну и, соответственно, разбираться, где какие заявления. Если мы видим, что застройщикам судятся банки, страховые компании, суммы исков составляют там 100 миллионов, 200 миллионов рублей, это уже тоже говорит о том, что, скорее всего, какие-то проблемы имеются. Банк подает иск, как правило, если происходит невыплата или просрочка по кредитным платежам. Соответственно, банк, выиграв такое дело, он сделает застройщик автоматически банкротом. Если там 1, 2, 3, например, о взыскании каких-то там платежей за электроэнергию, там, условно говоря, там на 50 тысяч рублей, ну, это понятно, это ни о чем для застройщика. Еще один пункт – это обременение по ипотеке. Этот пункт у нас под номером 2.6 – земельный участок обременен ипотекой, залогом в пользу ПАУС Бирбанк России. Это означает, что у нашей компании есть кредитная линия на строительство, в третьей очереди, и что у нас есть ипотека от Сбербанка. Этот пункт не должен насторожить потенциального покупателя, а, наоборот, должен даже расположить его к застройщику, поскольку такие крупные структуры, как Сбербанк и остальные банки, ВТБ, Альфа-банк и так далее, они не выделяют кредитную линию, скажем так, кому попало, они очень тщательно проверяют застройщиков, у них в структурах работает целое подразделение девелоперское, и они научились очень тщательно анализировать застройщиков. Они проверяют всю информацию, все документы, только после этого выделяют кредитную линию и одобряют ипотеку на корпуса, которые находятся на стадии строительства. Если этот пункт отсутствует, мы можем предположить, что застройщик осуществляет строительство на собственные средства, и информация об этом, как правило, отражена в проектной декларации. Там указывается, сколько собственных средств у застройщика, и, соответственно, можно сделать вывод, какой процент денег он будет привлекать от участников долевого строительства. Вспомним еще про один очень важный документ, это разрешение на строительство. Оно тоже обязательно должно быть отражено в договоре долевого участия, и это как раз тот документ, на основании которого застройщик имеет право вообще начать продажи. Разрешение на строительство должно быть актуальным по дате выдачи, то есть на момент, когда вы приобретаете объект недвижимости. Но бывают такие случаи, когда срок истекает, в этом тоже нет ничего страшного, оно может продлеваться. Третий шаг, если этот шаг тоже пройден? Смотрим официальные реестры проблемных застройщиков. Само по себе нахождение там, как правило, означает, что все у застройщика очень плохо. У нас в каждом субъекте РФ существует уполномоченное министерство. Москомстроинвест, например, или Министерство строительства. Оно по-разному там называется, в разном субъекте. Но суть в том, что это уполномоченный орган, который собирает как раз претензии дольщиков и собирает эту сводную информацию. Соответственно, на сайте этого ведомства, как правило, есть такой список в открытом доступе. Дольщик также обязательно должен проверить способ обеспечения и исполнения обязательств у застройщика. Может быть, несколько вариантов. Это может быть договор со страховой компанией. Перечень страховых компаний определен и висит на сайте Центрального банка. Также это может быть участие застройщиков в компенсационном фонде. И со следующего года вступают в права из кровоощита, по которым фактически никаких рисков нет. Сейчас по домам, которые начали строиться с октября прошлого года, только фонд. И это важно понимать, когда именно было получено разрешение строительства, когда началась регистрация договоров. И с фондом все относительно просто. Об этом должно быть прямо указано в договоре и на сайте, естественно. Нам самое главное, чтобы по объекту, который вы приобретаете, был конкретный договор страхования, либо страховой полис. Как это называется, не важно. Важно, чтобы там было указано первое – застройщик, второе – страховая компания, которая находится в списке Центрального банка, которая имеет право страховать долевое строительство. Это есть на официальном сайте ЦБ. И, соответственно, объект, в пользу которого страхуются обязательства. Конкретно с указанием земельный участок, этаж, площадь и так далее. И лицо, в пользу которого страхуется объект. А мне интересно, если мы говорим о каких-то крупных компаниях, которые у всех на слуху, понятное дело, что у них там почти все банки всегда адапливают ипотеку. А если мы говорим, когда проверка правда очень нужна, какой-нибудь там рога и копыта, и у них, допустим, один или два банка, вот только Сбер и ВТБ, это должно пугать как-то или нет? Само по себе наличие больших банков не означает надежность. Да, что если один-два банка, неважно, насколько они большие, это не означает, что там все хорошо, потому что аккредитации тоже получаются иногда не совсем прозрачным путем. Но если банков там 3, 5, 7, ну, как бы, наверное, больше пяти банков это уже хорошо. Но понятно, что перед вами банк не отвечает, если будет банкротство застройщика. Если застройщик обанкротится, вы будете платить и по ипотеке банку, и будете ждать еще квартиру, да, снимать в это время. Поэтому само по себе наличие банка – это только костное подтверждение, но совсем треша, аккредитовывать не будут. А по поводу отчетности, которая публикуется на сайте застройщика, что там обязано быть? И, ну, там тоже на что обращать внимание следует? На сайте застройщика вот как раз все эти документы, которые мы с вами обсуждали, они там представлены. Это обязательно проектная декларация, разрешение на строительство, типовой вариант договора ДДУ, документы на земельный участок, информация о страховании объекта недвижимости. То есть, если этой информации нет, ее можно очень активно требовать, чтобы она была предоставлена? Вы знаете, сейчас этот вопрос несколько потерял актуальность, потому что сейчас формируется единая информационная система жилищного строительства, в которую застройщики обязаны в обязательном порядке направлять всю информацию. Там будут собраны все данные, то есть это и документы от застройщика, и фотоотчеты, и результаты выездных проверок Москомстроинвеста и других надзорных органов. Это будет очень удобно для дольщиков, они могут дистанционно через интернет зайти в эту систему и проанализировать все документы. Сейчас, для тех, кто не понимает, речь о сайте Дом.РФ, на котором сейчас собирается информация, в принципе, о всех объектах. А есть уже, может быть, у застройщиков есть информация, когда она заработает в полной своей мере? Пока что такой информации у нас нету, но я знаю, что мы уже отправляем в эту систему ежемесячно какие-то отчеты, например, фотоотчеты мы раз в месяц отправляем. Мой главный совет – нужно приезжать ножками на объект и смотреть, что происходит. Также у многих застройщиков установлены камеры видеонаблюдения, в режиме онлайн на сайте вы можете отслеживать, как идет строительство. Ну и, конечно же, это абсолютно очевидно, что если какая-то динамика есть, что-то меняется, и темпы строительства высокие, то такому застройщику можно доверять. А по поводу доступа на стройку, ну понятно, что мы, допустим, всегда приезжаем, и нас там застройщики пускают. Обычный дольщик, который покупает квартиру, разрешено, запрещено или это на усмотрение застройщика провести на стройку? На усмотрение застройщика, и, скорее всего, застройщик будет впускать, но только когда дом находится уже на высокой стадии готовности, когда это безопасно. Ну, в целом, на самом деле, я бы от себя, наверное, советовала, если дома на высокой стадии готовности, если особенно у них там вот буквально несколько месяцев до сдачи, попадать в квартиры. Потому что, опять же, были в нашей практике такие случаи, когда говорят, ой, у нас послезавтра ввод в эксплуатацию, но при этом мы вас не пустим на стройку и вашу квартиру не покажем. Еще один лайфхак, на что можно обращать внимание, это участники вообще проекта. Помимо застройщика, нужно смотреть, какие компании он привлекает. Это начиная с архитектурного бюро и проектировщика, заканчивая финансовой организацией, которая финансирует строительство. То есть, какие банки. Если это крупный банк, безусловно, это больше гарантий, что объект будет достроен. Также стоит обращать внимание на генподрядную организацию, поскольку сейчас у большинства застройщиков как раз проблемы с тем, что банкротятся генподрядчики массово. А что с ними происходит? У них грипп какой-то подхватили, чтобы массово они банкротятся? Есть какая-то причина? Сейчас непростая ситуация на рынке, у всех не хватает денег, поэтому мы очень тщательно подходили к выбору генподрядчика, смотрели только крупные компании. И даже для нашего проекта «Комфорт-класса» мы выбрали компанию, которая строит исключительно бизнес-класс в Москве и известна всем. Это компания «Сварга». Важно ли имя компании? Традиционно люди привыкли доверять громким именам и брендам, и не зря застройщики тратят огромные рекламные бюджеты на раскрутку брендов. Но после известной истории, которая случилась с подмосковным застройщиком, ситуация немножко изменилась. Сейчас речь идет как раз о компаниях, например, «Урбан», которую мы обсудили, и до этого была «СУ-155». Это были крупнейшие игроки на рынке, «СУ-155» чуть ли не первым был, «Урбан» в пятерку точно входил. То есть получается, не застраховано ни одно громкое имя, ни одна громкая компания от того, чтобы вот так в одночасье превратиться в банкрота. В настоящей экономической ситуации я бы сказала, что наоборот, чем больше компания, тем больше рисков, поскольку объемы финансирования увеличиваются в разы, где-то могут возникать какие-то финансовые дыры. Также размывается внимание на все вот эти многочисленные проекты. Поэтому, на мой взгляд, я бы рекомендовала выбирать застройщиков, возможно, не таких известных, не таких громких, но действительно проверенных, у которых все четко слажено и которые не размывают свое внимание на десятки проектов. Громкое имя само по себе ничего не значит. Такую компанию, конечно, сложнее пошатнуть каким-то непредвиденным обстоятельствам, потому что у них там 10 жилых комплексов, они могут что-то где-то перебросить, подстраховать. Но нужно смотреть, конечно, более детально. Есть такие маленькие застройщики, которые, не знаю, 5 объектов построили в каком-нибудь провинциальном городе, но у них там будет идеальная репутация. А есть там застройщик, который всем известен, который будет кучу денег вваливать в рекламу, а в итоге мы посмотрим, у него там 2 юр лица в банкротстве находятся. Там все зависит, все не так однозначно, и имя имеет значение, но все-таки важнее смотреть более глубоко. Краткие итоги. Что же мы сегодня узнали? Во-первых, самое важное правило. Громкое имя не является стопроцентной гарантией. И если вы просто видите, что объект строит компания, которая расклеила щиты по всему городу, это не значит, что свой новый объект они достроят вовремя и со стопроцентным хорошим качеством. Поэтому на имя, только на имя, не обращаем внимания. Во-вторых, если застройщик с историей, и у него уже есть данный объект, то обязательно посмотрите, была ли просрочка, как их сдавали, как люди живут в данных объектах, качество строительства и так далее. Это очень здорово, если есть уже возможность поговорить с жителями корпусов, которые сдает данный застройщик. В-третьих, обязательно проверьте всю проектную документацию на объект. Это типовой договор долевого участия, это проект на декларацию, это разрешение на строительство. Проверьте сроки сдачи и вот все, о чем мы говорили в этом ролике, все документы тщательно проверяйте. Конечно, если объект сейчас в активной стадии строительства, то не поленитесь, приедьте на площадку и лично убедитесь, что строители есть, что работы идут, что качество работ вас устраивает. Потому что даже на начальных этапах можно понять, как застройщик относится к качеству строительства, как выглядит площадка, заборы, строители, какого рода эти строители в принципе. И если есть возможность, даже попадите внутрь, если застройщик вас пустит на строительную площадку. Я вас очень прошу не игнорировать те пункты, которые мы сегодня разобрали, потому что это увеличит ваши шансы получить хорошую, качественную квартиру и не попасть в очередной долгострой, про который мне придется снимать сюжет. А вообще следите за нашим каналом, мы теперь будем выпускать ролики на важные темы строительного рынка. Подписывайтесь на канал, следите за новостями и всем пока!